Это уже стало хорошей традицией подводить итоги уходящего года в рамках проекта «Спорткадр», который вы прямо сейчас смотрите, в куполе штаб-квартиры Национального Олимпийского комитета Беларуси, где собраны портреты наших выдающихся спортсменов, и они добились наивысшего достижения, стали олимпийскими чемпионами. Год 2022-й принес нам две олимпийские медали серебряного статуса, но медаль и Антона Смольского, и Анны Бузковой для нас бесценна. С другой стороны, мировой спорт переживает небывалый кризис, куда его отправили чиновники ведущих спортивных мировых организаций, теперь не знают, как из этого коллапса выбираться. И даже Томас Бах, глава МОК, в каждом своем комментарии говорит совершенно разные вещи, а спорт, напомню, призван объединять. И как пример, завершившийся 25 декабря третий этап Кубка Содружества, который принимала гостеприимная Рязань. И вот там мы поинтересовались у главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова о контактах с Международным союзом биатлонистов. Может, с АйБиу какие-то новости есть? Или с осени с Конгресса так контакты и они в стороне находятся? Контакты, они неофициальные, они существуют, вернее, продолжаются. Что касается нашего статуса, он у нас един, и АйБиу тоже ждет общий, вернее, реализует общую политику в отношении двух стран по всем видам спорта. Как что-то изменится, так сразу же изменится и биатлонисты. Наши биатлонисты завоевали пять медалей разного достоинства и также заезжали в цветы. Иван Тулатин – сенсация, победитель спринта. Динара Олимбекова дважды выигрывала личные гонки, плюс желтый бип теперь у Антона Смольского, который отвоевал его у титулованного россиянина Бабикова. В общем, съездили в гостеприимную Рязань очень продуктивно, и, что самое главное, в команде сохраняется мотивация побеждать и самосовершенствоваться. Как лидеры воспринимают то, что их и уже даже обыгрывают? Внутри, конечно, они все победители, да, они все стремятся быть первыми, но командный дух и вот эта командная наша семья, которая внутри, она чувствуется, и они как счастлив был вчера Антон за Ивана. И я его не видел таким, как бы даже он радовался своим победам. Ну, то есть, ваши слова про Олимпиаду 2026 – это не какая-то дежурная история, да? То есть, действительно, сейчас будет сложно вам отыскать именно такой оптимальный, скажем так, квартир? Ну, Олимпиада – это, ну, не шутки, и про это такое я не шучу, да, я говорил серьезно. Верить надо и не сомневаться, и работать, то есть, ну, нельзя так, что вот, может быть, а не может быть. Это уже должно быть сегодня, и с сегодняшнего дня мы должны быть настроены и серьезно к этому относиться. Мы нашли оптимальный подход для тренировок и более методически подходим уже к тренировкам. Там Роман Павлович ищет пути решения разных проблем, и, как видите, у него получается. Конечно, тренировать, там, например, элитного спортсмена куда проще, а вот сложно натренировать человека, который еще ничего не добился. Поэтому мы стараемся, и в том числе и я, и помочь Роману Павловичу именно подтянуть ребят, чтобы они действительно показали тот результат, который могут. Ты как в этой ситуации, в которой наш спорт находится, вообще смотришь на Олимпиаду? Ты стараешься абстрагироваться от того, что пока мы, да, то есть и работать, и выступать, и реально стараться максимум выжимать из своего организма в этом возрасте, да, вот как у тебя сейчас? То есть ты смотришь на 26-й год вообще? Конечно, есть мысли о том, что вот Олимпиада уже новая совсем скоро, кажется, что 4 года, но на самом деле это очень мало времени для подготовки, поэтому глобальная цель, конечно, она есть, олимпийская, но все же заглядывать вперед, как знаем сегодняшнюю ситуацию, это очень сложно.